это водопшипы друзья антон меня угощает друзья это второй ролик с антоном антон мой двоюродный племянник антон привет всем привет в этом ролике посмотрите предыдущий ролик потому что я сейчас хочу произнести вступительную речь но я переживаю из-за того что из-за того что ладно по порядку предыдущий ролик посмотрите его по ссылке в котором антон оценивал 5 ароматов вызвал во мне бурю эмоций потому что найти ароматы на которые я думал что антон скажет фу он говорил вау как это круто и я был удивлен посмотрите обязательно чтобы мне сейчас не спойлерить если вы не видели посмотрите обязательно а в этом ролике я подобрал 5 ароматов и ролик называется топ-5 ароматов для молодого парня я подбирал их с тем расчетом чтобы они тебе понравились но теперь учитывая твои предпочтения из прошлого ролика я уж не знаю понравится тебе они или нет но тем не менее топ-5 для молодого парня если тебе не понравится ты честно говоришь нет но прежде я обратился к антону еще с одной просьбой я попросил антона стать моделью дело в том что сейчас не упасть бы мне написал один мой подписчик его зовут александр блин я забыл как его зовут по-моему александр александр он написал алексей а вот можно ли на вашем канале заказать рекламу сколько это стоит я говорю что вы хотите он говорит я занимаюсь тем что пытаюсь сделать малый бизнес я пытаюсь шить casual мужские костюмы я зашел на сайт это не реклама ребята это это не реклама это я рассказываю честное благородное слово как было так и рассказывать я говорю давайте созвонимся мы созваниваемся я перед тем как созвониться с ним зашел вот на этот сайт увидел что всего есть одна модель в двух цветах мы созвонились игры слушать мне кажется что как-то ну и дороговато все стоит на мой взгляд и как-то всего одна модель в двух цветах я не могу с вас за это брать деньги я просто давайте про вас расскажу если это вам как-то поможет замечательно вы разбогатеете сможете как-то меня отблагодарить если захотите если нет ну и пусть хорошие люди дядька хороший вообще мы пообщались по телефону ну вот бывает такое что возникает химия в разговоре а бывает что не возникает бывает что разговариваешь с человеком легко с ним говорить а бывает когда какие-то вот на эти как будто бы в разговоре камни преграды какие-то переправы ты все время чувствуешь себя немножко напряженным когда общаясь с человеком вот этим человеком с александром было общаться легко поэтому александр если если вдруг мое упоминание того, чем вы занимаетесь, вам поможет, будет круто. И, в общем, он мне прислал костюм, который он выпускает. А я же, понимаешь, я же, как бы это помягче сказать, мужчина компактный, мне он большой. Я обратился к Антону с просьбой, говорю, Антоныч, будь моделью для того, чтобы можно было вообще показать, как это выглядит. Ты высокий, ну, ты выше меня, во всяком случае. Я думал, он наоборот вам большой, у этого маленький. Нет, он мне большой. Он мне по плечам вроде норм, а по длине он мне не очень. Поэтому оставайтесь здесь на канале, в этом ролике, и вы увидите Антона в этом костюме. А ты скажешь честно, опять же, тебе ок или не ок? Ладно? Все, договорились, не пропустите. Ну, а мы начинаем нюхать ароматы. У нас топ-5 для молодых парней. Выбирал молодой парень тоже. Выбирал я. Для молодого парня. Для тебя, да. А задача, как бы, ну, вернее, не задача, а эксперимент. Угадал я или не угадал? Или вообще мимо? Ну, как бы, и нечего тебе, дед, делать на ютубе. Лысый пошел вон с ютуба. Лысый дед пошел с ютуба вон. Как мне иногда пишут. Или я угадал. И тогда все, я остаюсь на законных основаниях. Закрывай глаза. Закрываю глаза. Первый аромат. Вот такой вот аромат. Давайте попробуем его нанести. Сейчас еще немножечко. Так я прячу флакон, как обычно. Антон, держи. Не выпадай из кадра. Не выпадаю. Ну, да. Все равно да. Для тех, кто смотрел прошлое видео, первый аромат я назвал собирательным образом всех ароматов, которые можно встретить в магазине. Здесь чувствуются такие же моменты. Банальные? Банальные. Этот аромат для тебя банальный? Неинтересный? Неинтересный, банальный. Но, как молодой парень, я бы спокойно носил такой каждый день. Подожди. Ты сейчас это говоришь для того, чтобы меня как-то спасти? Нет, я про то, что вот мне дали этот аромат. Я думаю, ну, какой-то он обычный. Но я же тоже обычный. Почему бы мне его не носить? По десятибалльной шкале. А давайте в этом ролике будем ставить по десятибалльной шкале оценки сколько? Оба? В смысле, оба? Нет, только ты, я не буду. Я все, ты герой ролик. Твердая семерка. Ну, это неплохо. Я думал, сейчас как в три влупишь или вообще единицу. Нет, ну, это хороший обычный аромат. Тоня! А ты можешь к нам войти в кадр ненадолго? Она как молодой парень сейчас даст хорошую оценку. Она слышна? Не знаю. Зачем ты расчесывалась? Ты выглядишь всегда прекрасно. Ставка. Тоня, ты вот должна войти в кадр. Нюхай. Вкусно. Тебе нравится? Да. Сколько баллов? Из десятьевых? Ага. Ну, может быть, восемь, девять. Ну, типа свежий, приятный, аккуратный такой аромат. Молодому парню такой в кайф или он банальный такой? Ну, он банальный, но он приятный. Всем здравствуйте. Молодой парень. Это вы выбирали. Не кажется, что ты заходишь в какой-нибудь магазин духов и сразу же чувствуешь этот запах? Да нет. Окей, ладно. Ты останешься? Пахнет, как будто кто-то из души вышел опять. Давай меняться тогда с тобой. Крышка слетает, будь осторожен. Не держись за крюшку. Красиво. Ну да, баночка очень красивая, конечно. Баночка, господи. Баночка. Флакончик. Ну, я бы не сказал, что я передошел в флакончик. Это баночка. Ладно, значит, шесть с половиной. А то не между... Ты останешься с нами? Итак, нас стало трое. Антон, Антонина... И дед. И дед. В обед. Так, закрывайте глаза оба. Я просто понимаю... Почему я начал крикстеть? Потому что я чувствую свой провал. Я просто чувствую свой провал. Дети мои! Держите. Антон. Потому что я, короче, выбирал эти ароматы, как ароматы для молодого парня. И я думал, что я угадал вообще с каждым запахом. И каждый запах Антон будет оценивать вау. А он честно говорит, что нет, отстой. Такой сладенький запах. Значит, не соглашаемся друг с другом. Никто друг на друга не действует. Ну, хотя с другой стороны я знаю, что выдают. Значит так. Кто начнет? Давай, Антон, ты. Этот запах уже поособенней. Такой сладенький. Хороший. Посложнее, то есть он для тебя, да? Да, да, да. Но он тоже такой, всего на один разряд посложнее. Тоже. Ну, как будто бы я его уже... Где-то слышал, где-то было. Да, где-то было, где-то видел. Никакой индивидуальности, да? Но он поинтереснее все равно будет, чем прошлый. А чем он интереснее? Тут ты говорил свеженький, усредненный, что-то там такое легенькое. А здесь? Здесь такой сладенький. С каким-то глубоким вкусом, если. Ну, прям... То есть он поплотнее, да? Да, да, да. Погуще. Антонина? Да, Антонина. Здесь что-то цитрусовое. Yo, Artyon is. Здесь что-то прям... Какой-то... А, сейчас перестал апельсином каким-то отдавать. Ну, что-то цитрусовое. Это приятнее, чем дом. Вот это мне больше нравится даже. Я бы сказал, что... То простой, а этот прям... Что это какой-то... Позиционирует себя как богатый запах. Как будто бы я уверен, что флакон... Говори, говори. Богатый. Я уверен, что... Там стоит какой-нибудь прям корона королевы. Ты подсматриваешь, что ли? Я не понимаю. А где он? Ну, ты честно говоришь. Можно было. Я считаю, что это такой выпендрежный запах. Такая кислинка приятная. А ты согласна с тем, что он как-то дорого-богато звучит? Вот понтово. А он не дорого-богато. Я не соглашусь. Я хочу понтоваться, я покупаю этот запах. Ты бы ходил в таком запахе? Пользовался бы? Нет. Тонь, ты бы хотела, чтобы молодые парни вокруг вот так пахли? В институте, в универе еще. Ну, это вкусно пахнет, поэтому, да. Сколько баллов, Антон, ставишь ты? Ну, тут-то чуть-чуть побольше. Семь с половиной. А Тонь? Я бы тоже 8 поставила. Он простой, но вкусный. Мне нравится эта семейка. Я 7 с половиной. Я бы тоже 8. Вообще-то 8 это не тоже. Антон, я вообще... Короче, мы заснимали, когда первый ролик, про какой же, про какой же... Короче, про какой-то флакон. Про этот. Назомата? Да. Про Назомата, да? Да, с черной. Да. А Антон говорит, это маленький флакон, какой-то очень интересный, такого дизайна необычного. И он такой и был. Сейчас он говорит, это с короной. Я реально, мне кажется, что он подсматривает. Ты подсматривал? Я не верю. Я просто в шоке. У него чувачка, походу, хорошая. Ты подсматривал, Антон? Ну, я как будто бы прям почувствовал. И знаете, некоторые люди на машине сзади клеят наклейки, типа, лев с короной. Вот я вот это прям увидел. Скандал. Вообще-то, скандаль. Давай, пожалуйста. Да, конечно. Итак, мои дорогие племянники. Готовы, Антон? Готовы. Так, Тоня, давай вот эту, мне кажется, погуще. Развеиваем. Слушай, Тоня, а у тебя у Вали до сих пор парфюмерная я, Том Форд Удвуд? Нет. Что он сейчас? У него что-то другое. Тоже Том Форд у него был недавно. Только там тосканская кожа, что ли? А, есть такое, да, да, есть, да. Тоскан-воза. Слушай, я не знаю, я такой флакончик помню, как выглядит. Какой-то золотистый с каким-то чёрным кругляшком, там что-то написано. Золотистый с чёрным кругляшком, туплю. Не знаю. Это я тоже не помню. Вот этот мне больше нравится. То есть пока он лидирует среди тех, что мы попробовали, да? Вот это ты говорил про богатый аромат. Вот это уже дополнено, и вот это уже интереснее, чем то. Я езжу к Майбахе с ним водителем, и вот этим пахнет от меня. Если бы я хотел понравиться людям вокруг себя, да, я бы это нанёс. Ну, то есть этот аромат для тебя не пахнет чем-то усреднённым? Нет, конечно, нет. Расскажи, расскажи нам. Цел ас. Пришла Тоня, видите, я начал переходить на лист. А можно так же мне помогать, чтобы я это... Ну, хорошо, давай. Скажи, какого возраста этот человек? Во-первых, это мужской или женский аромат? Мужской, 100% мужской. Расскажи, пожалуйста, какого возраста этот мужчина? Ну, я как молодой парень 100% его бы нанёс, но в голове я себя вижу, нанося этот аромат, как 35 лет, и я добился всего сам. Уверена в себе мужчина. Смотри, мне уже, ёлки-палки, полтинник. Я хожу, как нельзя материться в этом ролике. Ти-ни-ни. Ну, типа того, да. За что, как бы, иногда ловлю хэйт. Типа, ты взрослый, одевайся уже нормально. Я одеваюсь как-то неудобно. Я как-то спросил своего друга, бородача, Лёха Туманова. Я говорю, Туманов, мне говорят, что я должен одеваться по-другому. На что мне Туманов сказал, слушай, мне кажется, мужчина в твоём возрасте может одеваться вообще как угодно. Главное одеваться. А вот. Так увлёкся собой, что забыл мыслить. Вот. То есть, для мужчины постарше, ну как он должен быть одет? Вот, например, как я, не подойдёт, да, такая одежда? К сожалению. Такая вот одежда? Такая не подойдёт. Да. Хорошо. А какая? Ну, та же. Поофициальней, чтобы выглядел человек. Ну, то есть, это может быть... Аромат даёт уверенность в себе. Я прям чувствую себя прям поувереннее. Это может быть какой-то casual, там, скажем, джинсы, там какая-то рубашка, но без вот этих вот намёков в сторону спорта, да? Не спортивный аромат точно. Ты согласна? Да. А по возрасту ты согласна? Сколько ты сказал? 35. 35? 35 плюс. Да и помладше, что ты сразу 35. Нет, ну, я буду чувствовать тебя по статусу с ней, если я наношу это. А пахнет он сладко, пряно, кисло, фруктово, древесно, по-морскому? По-морскому это вот первый, который я нюхала. Это вот про этот, говорит, про Versace Eros. Нет, это был второй. А, это был первый. Нет, это был первый, да. Это был первый. Такой кисленький запах, как будто бы есть. Короче, резюмирую. Мои дорогие племянники считают, что этот аромат офигенский. Он для мужчины молодого, но не парня. Он добавляет статусности. Он добавляет, как бы, стиля. Он не подойдёт под спортивную одежду. И он такой, прямо, аромат уверенного, добившегося всего самого парня. Мужчины молодого. Всё верно? Да. Итак, внимание. Это один из фланкеров Инвиктуса. Что такое фланкер? Фланкер есть основной аромат, вот который самый-самый первый. А потом форма флакона та же самая, но звучание аромата отличается. Это называется фланкер. Мне нравится этот. Он хорош. Он перестал быть сладким. Слушайте, мы забыли поставить себе баллы. Антон, сколько? Это уже третий аромат. Я боюсь, что будет что-то лучше, чем он. Поэтому 9. 9, окей, Тоня. Боишься, что будет что-то только лучше? Тоня? Ваши десятки. 8. 8. 9 и 8. Это пока лидер. Так. Я готов. Так, давай. Ой, надо посильнее. Я сильно много нанес. Что-то прям пахнет. Я прям что-то переборщил, да. Согласен. Это что-то вкусное. Послушайте, я забыл в кадр показать. Закройте глаза, я покажу в кадр. Мы потом под съемочку сделаем еще. Прошу вас. Кто начнет? Ну, это фруктово-ягодный аромат. Сразу же я его понюхал и как будто бы вишневый сок попил. Мне он очень нравится. Кисленький, хороший. Но он тоже не про богатство, как в прошлом, а хороший повседневный аромат. Повседневный. Про бедность и старость. Мне нравится вот этот хороший. Хорошо, Тоня, твоя оценка. Ну и вообще описание. Я сначала хотела сказать, что он достаточно резкий. А сейчас поняла, что он такой прям мягкий. Не знаю. Мне кажется, если бы мимо меня кто-то прошел, это было бы очень страшно. Да. Антон, я прошу тебя опять же начать... Сейчас я посмотрю, время мыслей есть еще? Еще есть? Я прошу опять же тебя начать сейчас рассказывать про человека, который рисуется в твоей голове, когда ты чувствуешь этот аромат. Потому что про прошлый ты классно описал. Возраст, как он выглядит, какой у него доход. Что касается этого аромата? Ну, мне 24, я только закончил учебу и пошел работать куда-нибудь. И у меня появились деньги. Да, появились деньги, покупаю этот аромат, хочу нравиться девушкам. И более того, нравишься им. Да. В общем, я состоятельный молодой парень. Мне кажется, такой достаточно универсальный аромат. То есть, у вас приятно, и на Антоне приятно. По микрофону тут стукнуло. Очень приятный, вряд ли он какой-то шлейфовый, да? Он офигенски шлейфовый. Да? Угу, он прям сильный. Если его переборщить, он прям задушит всех. Ну, если прям переборщить. Вот Антон сказал, что это про вишню. Я тут не чувствую ни фруктовости, ни фруктовости. Фруктовость. Ну, вот ягодность, может, какая-то и есть, легкая-легкая совсем. Но не вишня, которая пахнет сильно по отношению с какими-то другими ягодами. Ну, по моим ощущениям. Антон, сколько ты стоишь по 10-бальной шкале? Ну, чуть хуже, чем прошлый. Семь. Семь с половиной. Семь. Семь. Ну, вы его знаете. Это инфлюенсер, есть деньги. Ой. Ван Милен. А у меня такой был, нет? Когда мы с тобой снимали ролик, он был... Да. Ну, просто я же не знал, что ты опять будешь в нашем ролике. Понимаешь, я готовил... Вот, он прикольный, очень крутой. Я помню, что он мне больше всех понравился тогда. По-моему, да, кстати. По-моему, да. 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 Посмотрите, пожалуйста, в инфобоксе будет ссылка на ролик с Тоней. Посмотрите. А мы же с тобой два ролика сняли, да, Тоня, тогда? Да. Я оба ролика, обе ссылки на оба ролика оставлю. Ну, давайте. Прошу вас. Это топ-1 из всего, что тут было. Топ-1 в смысле номер один? Самый лучший. Пожалуйста. Почему? Очень знакомый какой-то запах. Я не могу сказать, что это, блин. Ну, номер один это. Да. Погнали. Значит... Может быть, ладом? Придется вырезать теперь. Давай. Это тяжелый аромат или легкий? Тяжелый. Тяжелый? Тяжелый. Тяжкий. Это тяжелый аромат, окей. А эта тяжесть, она, тем не менее... Вот я не знаю, вода, а это тяжелая. Ну, вода это тяжелый объект. Да, не наполненный. Если мы воду нальем, не знаю, там, в какой-то куб объемом метра на метр на метр, да, то мы фиг поднимем. Но при этом вода может звучать свежо. Это тяжесть, связанная с тем, что в ней много всякого разного, поэтому он и тяжелый. Всякого разного какого? Много разного. Кислого, сладкого, морского. И кислого, и сладкого. Но не морского, к сожалению. Не морского, к сожалению. Ничего морского здесь, вообще никаких. Угу. В этом аромате заявлены морские ноги. Ну, они обманывают. Все, обман. Фантастика. Ну, и все, я же сказал, что я буду молчать, да. Тоня, ты согласна, да, с этим описанием? Ну, в целом, да, это тяжелый такой, какой-то очень взрослый аромат. Воском пахнет. Вот реально воском есть что-то, вот этот воск. Я поэтому и сказал ладанка, тут вот церковь пахнет. Какая-то церковь? Да. Перемешанная с чем-то соленым. Соленая церковь. Ребята, я вообще, я просто в восторге от того, какие бывают ассоциации, это очень круто. И причем, ну, я знаю и Антона, я знаю и Антонину, они, ну, как сказать, они не из тех, кто будет друг другу там поддакивать. Да, у каждого есть своя точка зрения. Особенно Тоня. Тоня независимая, прекрасная девушка. Если она будет не согласна, она именно так и скажет. Но сейчас я удивлен тому, что Антон говорит, ладан, церковь, я подумал, ты ладан просто сказал, ну, как сказать, случайно, а ты именно применительно к церкви, то есть ты не ошибся в своих ассоциациях, ты действительно чувствуешь какую-то такую церковность, ладанность и что-то такое свечное. И Тоня говорит то же самое. Для них это тяжелый аромат и нет ничего свежего, но есть что-то солененькое. Но при этом Антон сказал, что это для него номер один. Да. Объясни почему. Какой-то старинный запах, знаете, типа какая-нибудь старая бумага, старая книга так пахнет. Ему в целом очень нравится аромат лазина. Короче, мне вот это нравится очень сильно. Тоня, а тебе? Мне не очень. Тяжелый очень. Так, конечно. Сколько баллов ты стоишь? Десять. Десять. А Тоня? Шестерочка. Шестерочка. Ребята, слушайте, ну это на самом деле один из самых легких ароматов в этой подборке. Это бугри аквапором и он морской. Он свежий? Да. Он такой маленький. Почему он такой маленький? Он такой, ну типа миниатюра, 15 миллилитров. Это максимальный его размер? Нет, 100 максимальный. Там прям большой такой мушик, а это вот маленький. Прикольный. Угу. За дизайн плюс балл. И сейчас мы пойдем наряжать Антона вот в этот костюм, который Тоня уже одобрила, между прочим. Это абсолютная правда, потому что у меня есть злопыхатели, которые считают, что все заранее придумано, что все куплено, все продано. Вот как есть, так и говорю. Я зашел к Тоне, а в ее комнату говорю, Тонь, хочу Антона нарядить в этот костюм. Тоня говорит, костюм офигенский, а еще он без флиса. Без вот этой подкладки флисовой, которая потом остается на одежде. И это, сказала Тоня, офигенски прекрасно. Вот так вот. Антон, угадай, какого цвета костюм? Предполагаю, что черного. Совершенно верно. Совершенно верно, он черного цвета. Так, куплено. Итак, друзья, значит, номер один у Антона. Булгари. Аква. Пором. У Тони номер один. Пакарабан. Инвиктус. Виктори. Эликсир. Я забыл. Эликсир там есть приписка или нет? Не знаю. В титрах увидите. Вот, Антон, прощение от тебя, пожалуйста. Значит так. Всем молодым парням советую при выборе парфюма советоваться с правильными людьми и выбирать правильный парфюм для себя. На этом сфере. Тоня, сколько мы подставим за то, что он меня сейчас умаслил по десятибалльной шкале? Мне кажется, на десятку не тянет, да? Но восьмерка нормально. Ну да. Согласен. Тоня, пожалуйста, да. Носите, что нравится и что хотите. Да, кстати, очень правильно. Да. Это прям золотое правило парфюмерии. Да и вообще всего. Носите, что вам нравится, в чем вам комфортно и хорошо. Потому что вы должны в первую очередь получать удовольствие от жизни, от ароматов и вообще от всего, что вас окружает. Спасибо большое. Пишите в комментариях, звать ли еще этих замечательных, прекрасных людей на канал. Попробуйте только написать, что не звать. Все, пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok